Да. А тут-то у нас опять Мексика, и мы оказываемся до га-си-ен-ди-о-до-на-э-л-а-ди-о. Кто не помнит, это Маноло из Скорфейса. Да, точно. Лито со шрамом, так называемый. Да. Это именно он. Пригласили испытанного специалиста. Фактически. Только торговлей знаком. Крепко. Еще со Скорфейсом. С самого... С самим Скорфейсом работал. Вы что? Все уже закольцовано. Вот тот самый бассейн, где приятеля Густава Фринга Максимилиана шлепнули. Вот он опять стоит один и ждет Донна Эладио на том самом месте, где они были сколько-то там 15-20 лет назад. В одном из флешбеков, которые нам показывали. Тут важный момент. Там в комментах написали, что Густаво Фринг гомосексуал. Это почему? А вот это был его любимый. Очень может быть. Которого убили. Блин. Это типа его любимый. Это почему-то всем очевидно. Я как-то... Честно говоря, ничего не заметил. Но это его единственная любовь была, и для него это страшно переживательно, что вот здесь его убили. И так сказать... Ну, вы богато понимаете, товарищи, в теме гомосексуалов. Я, честно говоря, не отек. Потому, что настолько оно не очевидно. А может просто, черт возьми, школьный друг. Я бы очень сильно расстроился, если бы у меня школьного друга у меня на глазах шлёпнули без всякого гомосексского подтекста. Вот откуда вы решили, что он гомосексуал? Но версия хорошая. Не знаю. Да-да-да. Тем более, он такой аккуратный. Это ненормально. Да-да-да. Так выходил, как нормальный человек, рукав немножко в говно. Не подумаешь. Вот. А так, видишь, слишком аккуратно. Я, например, сегодня побриться забыл. Я думаю, что это нормально, потому что бриться каждый день – всё-таки это пидорство. Я, что-то, постри, всё забыл. Да. Как говорит наш друг тайский Костя Алисимов, ходить в душ каждый день – ну, так же можно в гомосеки перейти. Да. В общем, бассейн, ночь, улица, фонарь, аптека, не видно ни одного человека мексиканского. Ну, сейчас они придут. Вот всё, уже появляется Донор Ладио, начинает тискать Густаво Фринга. Густаво, хорошо, что ты одумался. Густаво Фринга. Да.